Всем привет, меня зовут Михаил, рад видеть вас на канале iZender Today. Гонка мегапикселей и размеров экранов постепенно зашла в тупик, потому что бесконечно наращивать ни то, ни другое невозможно. И производителям смартфонов пришлось искать какую-то новую фишку. В этом сезоне это стало количество камер. Двойными модулями уже давно никого не удивишь, и они пошли дальше. Первой стала Huawei со своим флагманским P20 Pro, который получил тройной модуль основной камеры. И надо сказать, затея удалась, новинка сразу взлетела в вершину всяких рейтингов, топов и получила восторженные отзывы обзорщиков и журналистов. Поэтому оставалось только ждать, пока остальные подхватят новый тренд. И это сделали Samsung, которым срочно нужно восстанавливать свои пошатнувшиеся позиции. Особенно сложная ситуация сложилась на китайском рынке, где корейцы умудрились вылететь из десятки самых популярных производителей смартфонов. Как следствие, Samsung этой осенью представила два новых смартфона, один из которых тоже получил тройной модуль камеры, а во втором они пошли еще дальше, и камер стало уже четыре. Я говорю о моделях Galaxy A7 и A8 2018 года. Конечно, мне захотелось попробовать многоглазые Samsung в действии. К сожалению, представительство Samsung в России отказалось предоставлять смартфоны мне на тестирование. Точнее, даже не то, что отказался, они просто не ответили ни на одно из моих писем. Видимо, не хватает пары-тройки миллионов подписчиков, чтобы стать достойным того, что на тебя обратили внимание. Ну да я не гордый, пошел в магазин и купил новенький Galaxy A7 за свои деньги, заодно выявил самый выгодный вариант покупки, как мне кажется, по крайней мере, если говорить именно об RST аппаратах, то есть тех, которые продаются в официальной рознице и имеют российскую сертификацию. Так что в конце этого видео обязательно расскажу о том, как я купил новинку со скидкой почти 4,5 тысячи рублей, а все ссылки добавлю в описании под видео. А пока что давайте посмотрим на Galaxy A7 2018 года поближе. Начнем по порядку. И первое, это, конечно, коробка. Она такая же, как и у прошлых поколений Samsung Galaxy A. Все интересное находится на задней части. Туда вынесли основные фишки смартфона и, конечно же, обращают наше внимание на тройную камеру. И там же перечислены основные технические характеристики. Как по мне, идеальное использование места на коробке. Комплект поставки ничем не удивил. Все то же самое было и в коробке с Galaxy A5 2016 года, например. Но вообще сам комплект неплохой. По крайней мере, оставили на месте проводную гарнитуру. Вряд ли она выделяется каким-то великолепным качеством, но многие сейчас вообще на подобных аксессуарах экономят. Обычно microUSB кабель, значит и сам смартфон получил устаревший разъем. Честно говоря, в аппарате, который немного не дотягивает до 30 тысяч рублей, хотелось бы уже современный универсальный USB Type-C. Но это полбеды. Главное разочарование в зарядном устройстве. Оно выдает всего лишь полтора ампера при напряжении 5 вольт. То есть даже не дотягивает до стандартных 10 ватт. Не говоря уже о какой-то повышенной мощности для быстрой зарядки. Пора посмотреть и на сам смартфон. Сразу скажу, после того, как снял пленки, отметил для себя, что он очень приятно ощущается в руке. Вроде бы такое же стекло, как у всех, но видимо какая-то хорошая олеофобка. Я, кстати, выбрал черную модель, но на практике оттенок скорее ближе к темно-темно-синему. При плохом освещении так и кажется черным, а под разными углами и на солнце явно виден синий отлив. Размеры, как по мне, тоже комфортные. Несмотря на внушительные 6 дюймов в экране, в руке лежит удобно. По крайней мере, так кажется сейчас. Возможно, потом и всплывут какие-то нюансы. Сначала не понравилось, что по своей традиции Samsung наклеили бумажную нашлёпку на смартфон. Боялся, что останутся следы клея, но, к счастью, отклеилась она без проблем. Тринная камера, о которой уже много всего сказал. Во-первых, выглядит довольно аккуратно. Спасибо, что все модули оформлены в единый блок, а не как в Huawei P20 Pro, в котором третий глазок выглядит так, как будто его добавили в последний момент. И давайте сразу расскажу про конфигурацию камеры. Итак, основной модуль имеет разрешение 24 Мп с апертурой 1.7. Второй предназначен для широкоугольных фото и имеет соответствующую оптику и матрицу на 8 Мп. И, наконец, третья камера на 5 Мп нужна для портретного режима с размытием заднего фона. На бумаге, опять же, довольно интересно, поэтому к обзору, конечно же, постараюсь сделать как можно больше фотографий, чтобы вы могли оценить качество. Второй момент, который выделяет эту модель на фоне остальных Самсунгов, это расположение сканера отпечатков. Его встроили в правую грань, такое вообще не часто встречается даже Sony, который долгое время также встраивали сканеры сбоку, в последних моделях прекратили так делать. Я уже попробовал его немного в деле, и могу сказать, что работает быстро и вроде как точно. Но вот сама кнопка включения, в которую и встроен дактилоскопический сенсор, на ощупь почти не выделяется на фоне боковой грани. То есть какое-то время придется привыкать к ее расположению. Кстати, пока не понял, из чего сделана рамка. Изначально думал, что металл, но на ощупь показалась какой-то странной. Обязательно уточню этот момент к обзору, а если знаете наверняка, то напишите в комментариях. И еще пара деталей. Во-первых, Самсунг по-прежнему не поддаются на моду делать вырез в экране. Думаю, многим это понравится. А еще, если извлечь лоток для сим, то видно, что под карту памяти слот отдельный и не занимает место второй симки. Это, на мой взгляд, прям здорово. Больше каких-то ярких фишек я не заметил, поэтому давайте включим смартфон. Внутри нас ждет довольно старая версия Android 8.0 и оболочка Samsung Experience 9.0. В более дорогих моделях, вроде Galaxy Note 9, Android уже версии 8.1, а фирменный лаунчер 9.5. И на самом деле, для свежей модели могли бы и подтянуть софт до актуальных значений. А вот то, что предустановленных программ немного, отнесу скорее к плюсам. Даже из фирменных самсунговских сервисов предлагается установить только их же магазин приложений, да и от того можно отказаться при первом включении смартфона. А так, стандартный и обязательный набор от Google, офисные программы от Microsoft, да еще Яндекс затесался. В общем, повод порадоваться, что не придется вычищать кучу мусора, как это порой бывает. Больше интересно посмотреть на экран. Здесь, как упоминал ранее, стоит панель на 6 дюймов с Full HD разрешением. Тип матрицы – фирменный Super AMOLED от Samsung. На первый взгляд, экран очень приятный. Цвета сочные. Черный – настоящий черный, без какого-то серого отлива. И болячек вроде Pintile, как у старых моделей AMOLED-ов, тоже не видно. И даже под углами почти не уходит в зелень или розовый отлив. Кто не в курсе, это у подобных дисплеев считается семейной проблемой. Пока еще не проверял, как ведет себя на улице, но думаю, запас по яркости тоже неплохой. Как и старшая модель Samsung, новый Galaxy A7 получил систему Always On, то есть может отображать на выключенном экране время и текущее уведомление. В случае AMOLED-экранов это имеет особенный смысл, так как почти не расходует энергию. Ну и напоследок, вот так корейцы реализовали переключение между обычной и широкоугольной камерами. Теперь давайте расскажу вкратце о том, как я покупал смартфон. Его официальная стоимость на момент записи этого видео составляет 26 990 рублей, и это довольно-таки много, даже несмотря на тройную камеру. Потому что есть много альтернативных вариантов, которые будут предлагать аналогичную производительность, похожие характеристики, но при этом стоят заметно дешевле. Но как я уже сказал в начале видео, есть возможность хорошо сэкономить при покупке и даже не одна. Первый вариант, которым я и воспользовался, это кэшбэк от МТС. Сумма кэшбэка на разные модели смартфонов может быть разной. В случае Galaxy A7 2018 это 4200 рублей. Получить его просто. Заходите в интернет-магазин компании, ссылка есть в описании под видео, и делайте покупку, как обычно. Единственный нюанс, нужно выбрать вариант доставки, самовывоз из салона магазина. Потом, когда вы уже придете за своей покупкой, нужно будет, когда будете его забирать, сказать продавцу, что вы хотите получить кэшбэк. Средства поступят на кошелек МТС-деньги, и затем их можно будет либо вывезти оттуда на банковскую карту, либо тратить непосредственно со самого кошелька МТС-деньги. Зарегистрироваться в МТС-деньги можно либо заранее через приложение, либо непосредственно в том салоне, где вы будете забирать покупку. Сам кошелек привязывается к номеру телефона, причем, неважно какого оператора, это не обязательно должен быть МТС. Например, у меня он привязан к номеру Теле2. Что подкупает конкретно в этом случае, то, что кэшбэк выплачивается не какими-то бонусами, баллами и так далее, а настоящими деньгами, которые можно тратить потом уже на свое усмотрение. Второй вариант, это купить смартфон в рассрочку и затем погасить всю сумму первым же платежом. В этом случае экономия будет достигаться за счет невыплаченных, получается, вами процентов, но она, конечно, будет, скорее всего, поменьше, чем в случае с кэшбэком от МТС. И на момент, когда я записываю этот ролик, вариант с рассрочкой предлагается пока что только в NVIDIA. Но со временем, я думаю, и другие продавцы, другие сети предложат свои варианты рассрочек. Ну и еще немного сэкономить. Во всех случаях можно за счет кэшбэка от Letyshops. Ссылка на регистрацию в сервисе, как и все остальные, также находится под видео. По первым ощущениям могу сказать, что смартфон получился любопытным. Но это именно что первые самые впечатления, а подробный обзор будет уже после того, как я какое-то время похожу со смартфоном и смогу его оценить в разных ситуациях. А пока пишите в комментариях, либо в моей группе ВКонтакте, если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу этой модели. Я постараюсь на них ответить. Ну а самые интересные рассмотрим уже в самом обзоре. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео вам понравилось. И увидимся в комментариях. Всем пока!